МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир продолжает программа события в студии Елены Моисеева. И вот о чем расскажем сегодня. От запуска производств до застройки нового квартала в Пензе. Соглашение о сотрудничестве в самых разных сферах подписано на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мы хотим развиваться в регионе. И спасибо вам, спасибо Пензенской области за то, что... Самое главное, что никто не мешает. Спасибо за здоровье пензенских медиков. Поздравили в преддверии профессионального праздника. Медицинский работник – это тот человек, который исцеляет не только тело, но и душу. И лучшие хиты немецких титанов рок-музыки в областной филармонии представили симфонию «Рамштайн». Начнем с новостей из северной столицы. В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум. Это уникальное событие в мире бизнеса. Такая площадка для обсуждений, дискуссий и налаживание сотрудничества в самых разных сферах открывается с 1997 года, а с 2006 под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Делегацию Пензенской области возглавляет губернатор Олег Мельниченко. О ключевых моментах, важных для развития нашего региона, в первом материале выпуска. Заводской квартал вырастет в Пензе в течение ближайшей десятилетки. Площадь застройки – порядка 122 гектаров, где возведут полмиллиона квадратных метров жилья. Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Объем вложения – около 50 миллиардов рублей. Документы заверены губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и председателем совета директоров компании «Агруп» Сергеем Абрамовым. Глава региона подчеркнул – развитие северной части необходимо городу, старейший район получит шанс на новую жизнь. Делегация нашей области плодотворно потрудилась на форуме. «Высокотехнологичная продукция организации Пензенской области, в том числе импортозамещающих интересов по областям». Регион интересен компаниям-гигантам и не только им. Сотрудничество с Пензенской областью завязывают новые инвесторы и продолжают взаимоотношения, известные в губернии. В Сердобске намерены производить обувь по качеству не хуже итальянской. Швейная фабрика компании «Техносейф» уже работает на территории опережающего развития. Новый проект при участии Фонда развития промышленности – строительство предприятия по выпуску специализированной обуви. Сроки в течение двух лет. Объем вложений – 351 миллион рублей. «Видим, прежде всего, возможности, понимаем, что для нас это важный перспективный проект, мы хотим развиваться в регионе. И спасибо вам, спасибо Пензенской области за то, что создаете условия». «Самое главное, что никто не мешает, никто не лезет, это нормально». «Точно нет». «А дизайн новый вы сами разрабатываете?» «Мы сами разрабатываем, у меня большая конструкторская группа, есть отдельная служба продуктового маркетинга, которая занимается именно разработкой моделей, созданием новых. Все это по науке». Новые предприятия – это не только дополнительный доход в бюджет, но и рабочие места, тем более, что система профобразования в области претерпит изменения. О подготовке кадров на форуме говорили много. Давний, надежный и социально ответственный партнер ТНС «Энерго» предлагает сотрудничество в рамках обучения молодых специалистов. «Взять горящие, умные глаза и устроить на работу. Кадры сейчас самые главные. Молодежь как раз не должна быть потеряна». Компания ТНС «Энерго» нацелена на развитие инновационной деятельности в интересах населения региона. Российский миллиардер Роман Троценко имеет сельхозугодие на территории Пензенской области. Он предлагает новый проект. «Мы видим, что климат становится непосказуемым. И у нас есть два варианта. Жаловаться на это, либо научиться предсказать». «Занимаемся этим вопросом. Мы с удовольствием подключимся вместе с вашими специалистами. У нас и ВУЗ наш аграрный на это дело затянут. Помните, Олег Позревич, у них там геоцентр мы открыли». На площадке Петербургского международного экономического форума также было подписано соглашение с руководством Запорожской области. Над новым регионом России Пенза взяла шефство в 2022-м. Помогает восстанавливать разрушенные неонацистами хозяйства. Взаимодействие сторон продолжится. Наша область также является активным участником национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Реализация программы в 2023-м началась еще весной. Ремонтируют магистрали в разных районах. В Пензе, на улицах Кордон-Сурка, Чадаева, Пушкина, Бакунина. Также в рамках БКД устанавливают и меняют светофоры. Екатерина Воробьева продолжит. Этот светофор на пересечении улиц Кураева-Кирова подключат к создаваемой интеллектуальной транспортной системе города. Автоматический регулировщик нового поколения заменит уже устаревший. Для того, чтобы в перспективе упорядочить движение на оживленных магистралях областного центра, а также снизить аварийность в местах концентрации ДТП. Будут установлены датчики, во-первых, для мониторинга транспортных потоков. Дальше сама интеллектуальная система уже будет просчитывать транспортные потоки. Датчики также установлены уже на улиц Калинин, на улиц Киров, далее на других объектах. Система будет мониторить всё это и уже в зависимости от транспортных потоков, то есть светофорные объекты будут синхронизироваться. Работа по замене, модернизации и установке новых светофоров проводят в рамках программы «Безопасные качественные дороги». И это делает иногородний подрядчик. У него несколько точек. На улицах Терновского, Рахманиного, проезде Пестеля, перекрёстке Володарского-Кураева. Регулируемый пешеходный переход, да, на улице Московского-Кураева. То есть с кнопкой? Нет, там будет жёсткий режим. Все пекут, 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 а он горит. По образу и подобию действующего перехода в районе пересечения Московска и Максима Горького. Кому станет лучше, пешеходам или водителям, рассуждают горожане. С одной стороны, было бы неплохо с точки зрения безопасности для людей. А с другой стороны, если бы тут было регулируемо, то пробка могла бы образовываться. Тут, во-первых, стоянка, и достаточно видно, когда переходят люди, а когда нет. Поэтому, я думаю, тут не нужен. И вот тут вот тоже не нужен. В течение лета большую часть работ должны выполнить. Вот тогда автомобилисты и пешеходы оценят эффективность обновленных светофоров на дорогах. Каждое третье воскресенье июня в России традиционно отмечается День медицинского работника. В этом году праздничная дата выпала на 18 число. Одними из первых в преддверии профессионального праздника врачей и медсестер поздравили активисты партии «Единая Россия», а также молодежных движений «Молодая гвардия» и «Волонтерская рота». Они приехали в военный госпиталь Министерства обороны, расположенный в нашем городе. Труд врачей бесценен, так же, как и здоровье людей, которых они лечат. Здесь находятся участники специальной военной операции, которая проходит лечение. И очень важно отметить труд медицинского персонала в сегодняшние дни. В новых регионах, в Луганской, Донецкой, Народных Республиках наши волонтеры помогали в больницах и госпиталях. Помогали ассистировать в операционных, а также в процедурных кабинетах помогали проводить процедуры. Для медиков активисты подготовили 42 подарка и, конечно же, внушительных букет цветов. Добавлю, что военный госпиталь открылся в Пензе три года назад. Тогда врачи приняли на себя удар пандемии. Благодаря инфекционному отделению смогли оказать высокотехнологичную помощь сотням людей. «Единая Россия» уже тогда активно оказывала учреждению поддержку. Сегодня представители партии продолжают работать над развитием сферы здравоохранения на всех уровнях. Ну а масштабно пензенских работников здравоохранения сегодня поздравили в киноконцертном зале Пенза. Там подвели итоги регионального профессионального конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача». Лауреатами стали семь специалистов. Каждый из них получил по 100 тысяч рублей. А тех, кто ежечасно спасает жизни людей. Ольга Сайганова. Во все времена на передовой медики борются с самой смертью. Заслуженный врач страны, анестезиолог, реаниматолог Юсеф Панчеев в профессии уже больше 20 лет. Совсем недавно вернулся из командировки в полевой госпиталь зоны СВО. В предпраздничный день вспоминает, почему выбрал свою непростую профессию. И эта история, конечно, про смелость. У меня была участковая медистра, она мне каждый раз уколы делала. И я от нее всегда прятался. И потом в один день решил, говорю, все, я прятаться не буду. Пошел с ней знакомиться. И каждый раз присутствовал на всех процедурах ее, когда в школе что-то делали. И сказал, хочу быть прощен. Традиционно за несколько дней до профессионального праздника в Пензенской области подводят итоги конкурса. Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача. Победителей определяют в семи номинациях. Автомология мне нравится, она более узкая специальность. Когда к тебе пациенты приходят невидящие и после совместно с оперующими хирургами, когда у нас совместная работа, они к тебе приходят, потом видят. И вот это слышать благодарность пациента. Спасибо дали возможность видеть моих близких, родных людей. Вот эти благодарности, они ничем не сравнятся. Четыре номинации, которые подлежат конкурсной процедуре, собирается конкурсная комиссия. Это такие номинации, как «Лучший наставник», «Операция спас жизнь человека» и некоторые другие. Но есть еще три номинации, которые выбираются народным голосованием. И, наверное, эти номинации, они самые важные. Приз «Золотые руки врача» лауреата принимают именно из рук пациентов. Кроме того, каждый из семи победителей регионального конкурса получит по 100 тысяч рублей. С вашей профессией человек приходит на свет. И на протяжении всей жизни кто-то больше, кто-то меньше. Но это все связано. Много приобретается за последние годы для развития здравоохранения. Много строится, коллеги. Прекрасный перинатальный центр, не так давно. Онкология сейчас у нас, диагностический центр. Идет строительство в Кузнецке, два больших объекта. Как отмечает председатель правительства региона, Николай Симонов, в области стараются создать максимально комфортные условия для медицинских кадров. Уже не один десяток лет есть возможность получить профильное образование в Пензе, действует программа «Земский доктор». В нашем городе объединили силы пензенские и московские музыканты для того, чтобы представить зрителям симфонию «Рамштайн». Одни такой концерт назвали неоклассикой, другие – смелым экспериментом. Но в любом случае хиты зрители угадывали без особых проблем. Как можно совместить на первый взгляд совершенно различные музыкальные направления? Увидел и услышал наш корреспондент Алексей Кошелев. Индастриал метал в исполнении симфонического оркестра. На большой сцене филармонии – творческий эксперимент. Выступают представители московского оркестра «Кагмо» и музыканты пензенской губернаторской симфонической капеллы. Программа, которую представляют артисты, называется «Симфония Рамштайн». Хиты известной группы звучат на иной лад. На базе концертного агентства «Неоклассика» был создан собственный оркестр, который развивается в двух направлениях – собственно «Неоклассика» и «Кагмо». «Кагмо» – это аббревиатура, «Синема эндгейм мюзик окестре», «Синема эндгейм мюзик – музыка и кино» и «Игр». Собственно, это направление представлено многообразием симфонических программ от аниме и игр и до исполнения музыки всемирно известных групп. 15 произведений в этот вечер услышали пензенцы. Для многих зрителей ожидания оправдались. Симфонический оркестр – это, конечно же, слияние разных инструментов, и это звучание полномасштабное, большое, грандиозное. Было бы идеально вообще, если бы орган, конечно, еще был с ними, но не знаю, такое вообще бывает или нет. Если было бы, то с удовольствием посетили и такое мероприятие. В следующий раз музыканты оркестра «Кагмо» планируют представить пензенцам симфонию «Король и Шут». 500 тысяч за лучший проект. Центр «Мой бизнес» готовит к запуску курс обучения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Опытные эксперты помогут начинающим предпринимателям сделать первые шаги в своем деле и научат, как избежать ошибок. Подробности в следующем репортаже. Начни свое дело. Центр «Мой бизнес» запускает новый курс обучения. Он направлен на людей с инвалидностью. После тренингов и создания фирмы предприниматели смогут претендовать на грант до 500 тысяч рублей. Мы поможем определиться с нишей и с самой бизнес-идеей для тех людей, которые пока не понимают, в каком направлении не хотят сделать бизнес, но есть желание стать предпринимателем. Также будет рассмотрен вопрос обеспечения финансами бизнеса, то есть будет проработана финансовая модель, бюджетирование будет грамотное дано предпринимателю, чтобы не попасть ни в какие неприятные ситуации, связанные с дефицитом финансов. Своя кофейня, сувенирный магазин или производство пестрых маек. Наставники помогут реализовать любую бизнес-идею. Причем они будут сопровождать своих учеников на протяжении длительного периода и следить за прогрессом. За каждым участником будет закреплен эксперт, который будет помогать предпринимателю развивать свой бизнес, а также будет помогать формировать грамотную грантовую заявку, если, например, человек захочет принять участие в каком-то из грантовых конкурсов. Генеральным спонсором курса обучения выступает завод моторной технологии. Предприятие поощрит лучшего ученика дополнительным бонусом в 150 тысяч рублей. Компания активно участвует в различных проектах, направленных на поддержку начинающих предпринимателей, и помогает в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще для троих отличившихся маркетинговое агентство «Хёрдбис» разработает рекламную стратегию. Здесь условия, что они должны осуществлять свою деятельность без наемных работников, состоять в реестре социального предпринимательства. И как раз 20 июня у нас начинается новый образовательный курс, как раз для включения в это социальное предпринимательство и обучения по составлению бизнес-плана, потому что для участия необходимо будет и представить свой бизнес-план, защитить его. Курс «Начни свое дело» бесплатный. Он пройдет в очном и онлайн форматах. Заявку на участие можно подать на сайте Центра «Мой бизнес» до 20 июня, а все вопросы уточнить по телефону 22 18 58. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами. В связи с увеличением объемов производства, производственная компания «Флагман» примет на постоянную и круглогодичную работу электрогазосварщиков. График работы 2 через 2. Высокая заработная плата. Полный соцпакет и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Возможно, трудоустройство выпускников профильных колледжей без опыта работы. Звоните по телефону 8 937 405 36 41. Мы меняем мир под потребности наших клиентов. В «Финаме» на ваш капитал работают высокие технологии и команда профессионалов. Экстра-класса. «Финам». Будьте успешным, оставаясь собой. Где те кадры? Хороший повар стоит дороже юриста. Эксперты крупного российского интернет-сервиса провели исследование пендинского рынка труда и пришли к выводу о кадровом голоде по некоторым востребованным специальностям. Пендинские герои в тылу врага о наших земляках, подпольщиках и партизанах в годы Великой Отечественной войны. Секреты Никольского селища о взрослых открытиях юных археологов. Опасная мода молодежи. Врач-педиатр предупреждает об опасных последствиях курения электронных сигаретов-вейпов. Сказочник из седьмого подъезда. И один человек может преобразить мир. Об умельце, украсившем двор, многоэтажке садом с плетнем, колодцем и сказочными персонажами. Все это и многое другое в свежем номере газеты «Наша Пенза». Иди туда! Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. В ТПП региона прошла бесплатная бизнес-встреча для предпринимателей. Ее темой стала внешнеэкономическая работа отечественных компаний в условиях санкций. Своим опытом с коллегами, в частности, поделилась фабрика «СВ Мебель», один из крупнейших экспортеров Пентинской области. В минувшем году предприятию пришлось отказаться от поставок в недружественные страны и выстраивать новые логистические цепочки. Однако позиции лидера рынка удалось сохранить. В этом убедились мои коллеги. В рамках бизнес-встречи с предпринимателями в ТПП региона фабрика «СВ Мебель» выступила одним из главных спикеров. Ведущее промышленное предприятие в своей отрасли осветило наиболее важные вопросы экспортных операций. Несмотря на введенные ограничения и запреты на экспорт, по итогам работы 2022 года «СВ Мебель» нарастила свои объемы реализации на 34%. А в этом году объемы производства уже за пять месяцев выросли в два раза. «СВ Мебель» — это федеральное предприятие по производству корпусной мебели. Восемь лет подряд является крупнейшим экспортером Пентинской области. На рынке мы более 26 лет. У нас 27 собственных фирменных и более 150 франчайзинговых салонов в России. 10 распределительных центров в разных регионах РФ. Формат полезный, потому что, по большому счету, здесь нет дистанции между теми людьми, которые уже умеют, типа нас, иметь опыт в развитии и помощи компании. «СВ Мебель» завоевала репутацию как уникальная фабрика, выпускающая качественную мебель. Ежегодно вводятся новые цеха и склады с улучшенными условиями труда и достойной заработной платы. И на сегодня фабрика занимает флагманские позиции на российском рынке. В связи с открытием новой современной автоматизированной производственной площадки «СВ Мебель» приглашает всех жителей города, желающих оценить масштабы предприятия и условия труда посетить фабрику лично. Запись на экскурсию по телефону 97-00-00. Сегодня у каждого есть возможность стать частью команды «СВ». Во время летних каникул воспитанникам многофункционального туристско-спортивного центра некогда скучать. Для них сейчас самое время набираться опыта в пешеходных походах и во время сплава по рекам. Заняты они и на состязаниях. Ребята из областного центра, Пензенского и Калышлейского районов приехали в поселок Мичуринский, чтобы посоревноваться на катамаранах и каяках. У каждого дуэта свои ритуалы перед стартом. Кто пять дает, кто шлем листьями украшает. Правда, спортсмены на них особо не рассчитывают. Поможет справиться с заданием опыт, полученный на тренировках. В поселке Мичуринском на реке проходят областные соревнования по туризму на водных дистанциях. 23 экипажи на катамаранах преодолевают 10 ворот. В этом году у нас прям хорошие, довольно-таки интересные результаты. Мы на протяжении уже многих лет отслеживаем то, что есть хорошая динамика среди спортсменов. То есть, ну, как это проверяется? Конечно, на нарушениях. То есть, нарушений в этом году намного меньше. То есть, видим, что хорошая была проведена работа. Ну и, конечно, опыт участия в крупных соревнованиях ребят в этом году дал определенные плоды. Состязание традиционное. И, казалось бы, участники знают эту затерявшуюся в зелени реку. Но организаторы меняют элементы дистанции, условия которой спортсмены узнают за час до старта. В первый день юные туристы выступали на каяках в личном зачете. Во второй на катамаранах в парах преодолевают сложности. В этом уже сложившемся дуэте Мальков-Зелепугин, недавно вернувшимся с соревнований Приволжского федерального округа, обязанности распределены поровну. Дистанция так-то простая. Просто мы, как всегда, налажали. Это почему же? Ну, так должно быть в традиции. На второй попытке обгоняем. Эта двойка, так называют участников соревнований на катамаране, представляет Калашлейский район. Чтобы не сбиться с ориентира, ребята долго и упорно тренировались в бассейне. На открытой воде куда сложнее. Течение, но оно не сильное и холодная вода. Намокнуть было неприятно. Не то, что в бассейне. Да. Наряду с детьми проходят водную трассу и мастера. Спецзаплыв преподавателей. Всё, парад. У любителей спортивного туризма сейчас самый разгар сезона. С 21 по 23 июня на Светлой Поляне в лагере «Меридиан» состоится масштабный слёт. Приглашаем всю область принять участие, потому что это мероприятие является и считается всё-таки праздником для наших юных туристов. Тем более в этом году этот слёт посвящен столетию со дня рождения нашей главной туристки Татьяны Тарасовны Мартыненко. Дело которой продолжают такие же увлечённые, какой была и она, педагоги-тренеры многофункционального туристско-спортивного центра. К этому часу это все новости. Ещё больше информации есть на нашем сайте. До встречи в следующем эфире. Завтра на западе Пензенской области переменная облачность. Ветер северо-восточный от 3 до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 16 градусов. Днём до 27 градусов выше нуля. В восточных районах Пензенской области небо затянуто облаками. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Ночью около 15 градусов со знаком «плюс». В обеденные часы до 27 градусов тепла. В Пензе пасмурно. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов. Днём обещают 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова